В Казахстане хотят поднять налог на добавленную стоимость. Такой инициативой в рамках разработки нового налогового кодекса выступает Министерство национальной экономики. Его представители сегодня заявили, что эта мера поможет защитить отечественных производителей. Якобы их продукция на фоне нынешних ставок не способна конкурировать с импортной. Изменения могут коснуться и транспортного налога. Ранее сообщалось, что его могут включить в стоимость бензина. К чему же это приведет, выяснял Бахтиар Даркеев. Радоваться новости о том, что власти намерены отменить транспортный налог пока преждевременно. Сегодня Министерство национальной экономики озвучили возможные последствия этой инициативы. Во-первых, подход будет дифференцированным. Предварительно ничего не надо будет платить только владельцам авто с объемом двигателя менее 4 литров. Но при этом чиновники рассматривают идею повышения стоимости бензина. Таким образом, удастся избежать сокращения поступлений в бюджет страны. В кабине даже подсчитали, что его стоимость должна увеличиться примерно на 14 тенге. Представьте, та маленькая машина, она, естественно, через бензин потребление будет намного больше. Поэтому, то есть, если он платит 7 тысяч, то через бензин, если мы на 14 тенге поднимем, то в течение года он наездит примерно на 30 тысяч транспортного налога. В данном случае дополнительные затраты существенно понесут владельцы машин с объемом двигателя больше 4 литров за счет большого потребления топлива. В Миннеке заявляют, что такая переплата будет рассматриваться в качестве налога на роскошь. Впрочем, все это пока на стадии обсуждения. В министерстве не исключает того, что вообще могут пересмотреть ставку на такой вид транспорта. 86 миллиардов по прошлому году мы собрали транспортного налога. То есть, через бензин, если будет, но это зависит от того, насколько человек использует транспортные средства. Изменения, как сегодня выяснено, смогут коснуться и налога на добавленную стоимость. Платить придется уже не 12%, а все 16%. Таким образом, государство намерено защитить отечественных производителей. Якобы их продукция не может конкурировать с импортной за счет того, что их поставщикам возвращается НДС. В итоге себестоимость зарубежных товаров ниже, чем тех, что мэйден Казахстан. О поддержке отечественных производителей сегодня министры говорили много. А вот как скажется повышение НДС на потребителях и, собственно, о покупательской их способности, в правительстве почему-то не рассказали. Бахтия Даркеев, Сульген Байкенов, Жебек Жале.